это бюджетная игровая гарнитура которая стоит на секундочку 1800 рублей как она записывает звук и как она его воспроизводит расскажу тебе обо всем об этом в этом видео привет меня зовут арсений и ты на канале игроман ну а это обзор гарнитуры каньон nightfall поехали стоит данная гарнитура в районе 2000 рублей и за эту стоимость ожидать какой-то богатой комплектации не стоит в красивой коробке лежит лишь сама гарнитура и инструкция по эксплуатации однако скромненько материалы гарнитуры это пластиковый матовый корпус и металлическое оголовье состоящие из двух металлических дуг благодаря подобному строению гарнитура получилась максимально адаптивной к любому размеру головы внутренняя часть оголовья регулируется за счет резинок и на макушку головы не давит раз уж речь зашла про удобство эксплуатации то стоит отметить и амбюшюр из эко кожи их глубина составляет порядка 21 миллиметра и этого достаточно для того чтобы мои уши не касались внутренней сетки правда вот за качество поролона и эко кожи я ручаться не могу так как вполне вероятно что спустя полгода год поролон может примяться что свойственно почти что всем игровым гарнитурам в подобном ценовом сегменте форма амбюшюр эргономичная соответственно ухо в них помещается полностью единственный аспект заключается в том что сеточка внутренняя у этих амбюшюр оранжевого цвета это ну мягко говоря не практично внешне гарнитура выглядит массивно все из-за особенности конструкции девайса но вот ее внешней отличительной особенностью является ярко-оранжевая подсветка логотипа вендора которая просвечивает сквозь металлическую сетку в темноте такое решение выглядит как минимум интересно ну а как вам такой дизайн гарнитуры напиши свое мнение в комментариях ну а что по звуку данной гарнитуры на самом деле все стандартно для данной ценовой категории мы несколько раз измерили график амплитудно-частотной характеристики этой гарнитуры и получили следующие результаты в диапазоне от 40 и вплоть до 1000 герц мы видим явное завышение низких и начала средних частот получаем так называемый объемный эффект бочки вызван он тут виртуальным 7.1 звучанием ну а начиная с верхней середины и заканчивая средними высокими мы видим четкий провал данного диапазона звучания с 1100 и до 5000 герц соответственно на удивление верхние высокие частоты звучат относительно неплохо и как это отразится на прослушивании музыки и в играх в играх позиционирование нормальное я четко понимал с какой стороны находится противник и на каком расстоянии а вот с музыкой тут все куда менее радужно ведь бас будет значительно ярче чем остальные частотные диапазоны а вот основного частотного диапазона то есть середины будет не хватать для электронной музыки типа даб степа или хаоса это будет еще удобоварима но вот для классики льжирока эта гарнитура не подойдет от слова совсем но опять же напомню что гарнитура стоит менее двух тысяч рублей и требовать от нее идеального звучания было бы попросту смешно но раз это гарнитура значит у нее есть и микрофон все верно и звучит он великолепно прямо сейчас данный закадровый текст пишется на микрофон гарнитуры каньон и результат меня если честно немного обескуражил звук чистый а голос передается без искажений довольно неплохо к сожалению микро не модульный то есть отсоединить его нельзя ножка микрофона гибкая и сделана из металла который сверху покрыт прорезиненной основой недостатка можно отнести также и отсутствие поп-фильтра который этому микрофону бы не помешал на задней стороне левой чаши расположился единственный орган управления это колесико регулировки громкости громкость регулируется только в самой гарнитуре с системными звуковыми настройками данное колесико никак не взаимодействует провод же у гарнитуры в стандартной тканевой оплетке сам провод довольно легкий с эффектом памяти в черно-оранжевой расцветке программное обеспечение у гарнитуры отсутствует то есть виртуальный 7.1 звук отключить у вас не получится ну а подключается гарнитура исключительно при помощи юсб-штекера в описании я также оставил и исходники теста звучания гарнитуры можете послушать сначала как звучит оригинал ну а потом сравниться звучанием гарнитуры каньон при измерениях я руководствовался методикой миши рейч грекова ссылку на его канал также оставил в описании за это ему большое спасибо но свое мнение по поводу этой гарнитуры ты можешь оставлять прямо сейчас в комментариях ну а я тебе желаю всего самого наилучшего и покупай правильные игровые девайсы до скорых встреч увидимся в следующем видео пока